Приветствую вас. Думаете мне, что проблема ваша решается через два направления. Какое из этих направлений выбрать решать вам, я же попробую в целом вам подсказать, рассказать, описать эти направления, вы уже сами решите, какое из них наиболее правильное, наиболее верное, ну и так далее. Во-первых, вы написали, что вам 20 лет, и что вы дома на каникулах, что вы учитесь в другом городе, и, в общем-то, уже почувствовали себя самостоятельной, почувствовали себя обособленной, почувствовали себя взрослой, почувствовали свою силу, почувствовали, как я понял, определенную независимость от своих родных, когда учились в другом городе. Но мы теперь, оказавшись вместе с ними, тем более с твоей сестрой, которая всячески вами помыкает и так далее, вы ощущаете эту несвободу, вы ощущаете, как будто на вас давят, это, кстати говоря, так и есть, и вы не знаете, как вам быть. С одной стороны вас вроде бы и волнует, ваши родные, ваши любимые люди, но на другой стороне вы понимаете, что что-то внутри вас изменилось, и как бы по привычке, я думаю, что это именно так происходит, именно по привычке вы боитесь, я думаю, что именно по привычке вы не хотите обидеть ваших родных людей, потому что ранее было так, чтобы вы делали все, что они вам скажут. Так вот, правда заключается в том, что вы действительно изменились, вы действительно стали другой, и так, как было раньше, уже не будет. Вы не сможете на самом деле изменить ваших родных, вы не сможете изменить, например, свою сестру, которая, считая вас младшей, считая вас маленькой, считая вас, ну, изначально хуже себя, а от счастья и завидуя вам, ведь вы можете гулять, вы свободны, вы не привязаны к семье, как она, по ее мнению, и ребенка у вас нет, который в данный момент скорее тяготит вашу сестру, чем радует. Они привыкли вас видеть, ваши родные, именно в одной ипостаси, именно в одной форме, и они не заметили, как вы изменились, они не заметили, как вы стали другой. И вы можете постараться обманять вашу маму, вашу сестру, вы можете постараться найти к ней подход, вы можете отозвать маму, например, в сторону и довериться ей, сказать, что вот ты знаешь, вот сестра рожать собирается, а я не хочу, чтобы у нас был маленький ребенок, я его плохо воспринимаю, я не готова, можно я там, или, короче, просто предложите какой-то вариант, или просто подеселитесь с мамой своими мыслями. Потому что, потому что, то, что она сестра, ни в коем случае не отхачает, что вы должны ее терпеть априори. Родные люди, родные люди, но все же это люди. И если вы чувствуете, что вам некомфортно, вряд ли от этого будет комфортно будущему ребенку. Поэтому маме, я думаю, вам сказать об этом нужно. Если она на вас возразлится, значит, она не понимает вас, она не хочет думать о вас, она думает только о ребенке. И она не может не знать о том, что вы не любите маленьких детей. И, возможно, дальше идея, будь хоть вы и написали, почему сестра приехала, я думаю, что идея как раз заключается в том, чтобы показать вам, что материнство это не так плохо, чтобы вы тоже задумывались и тоже, возможно, родили бы. Конечно, это предположение, но как-то уж слишком на это все намекают. И вы можете попытаться понять свою маму и сестру. Попытаться подстроиться под них, попытаться дать им то, чего они хотят. Но с обязательным уважением к себе. Каким образом? Когда им требуется от вас помощь, вы им помогаете. Когда они говорят вам какие-то вещи, что вы недостаточно взрослые, что вы ведете себя не так, как надо и так далее, они говорят так потому, что пытаются подстроить вас под свои идеалы человека. Мама под идеал дочери, а сестра, ну, не знаю, может быть, она просто поддерживает маму, потому что мама обеспечивает ее жильем на данный момент. И сестра как бы не выгодно с ней спорить. Ну, и потом, из вашего сообщения, получается так, что вы сестрой никогда особо не лазили, и она сейчас это просто такое поведение продолжает. То есть вы для нее по-прежнему младшая сестра, которая может там обижать, потрунивать и так далее. Только если раньше это была детская забава, то сейчас это вообще просто за ваш счет, а человек пытается самоутвердиться. И вы этого не измените никак. Поэтому либо вы своим четким поведением, вот вы для себя решите, что от вас нужно ваших родственников, что нужно маме, что нужно сестре, и что из этого вы можете им дать. Не ломая себя, не наступая на свое самолюбие, на гордость, на свои желания, что вы можете дать из того, что они от вас хотят, без ущерба для себя. Подумайте об этом и постарайтесь это дать. И не более того, вы сами сказали, что вы можете прожить без мамы в другом городе одна. Значит, если вы можете прожить одна, то вы совершенно спокойно скажите маме и сестре, что в августе, когда родится ребенок, вы, скорее всего, их покинете. Можете не говорить им, почему вы уезжаете. Но скажите, что вам надо. Можно придумать, например, какую-то практику там, какая-то подготовка, там что-то еще, не важно. Если вы знаете, что не сможете нормально относиться к ребенку, то лучше вам уехать. А там, на том месте, на август, как раз таки найти себе работу. Какое-то время можно где-то пожить, я думаю, может быть, какие-то сбережения у вас есть, но тем не менее. Именно так. Потому что маму и сестру вам не переделать. Вам нужно думать о себе, о сохранении своей границы. Уберечь себя от того, чтобы эти люди на вас влияли. Вы пишете, что вы боитесь ребенка с сестрой и устали слушать слова о том, какая вы инфантивна. Понимаете, в чем дело? Людям, как скорее нужно всем вас обвинять, чтобы самим себе казаться лучше. То есть, их слова не означают, что вы такая. Слова означают, что они хотят видеть вас такой. А вот для чего они хотят вас в такой видеть? Вот это большой вопрос. Почему, например, маме нужно и сестре говорить, что вы недостаточно взрослого сюда ведете? Если вы все делаете не так, то вы ничего в жизни не понимаете. Зачем вам это говорить? Просто подумайте, зачем им это говорить? Значит, на фоне вас они кажутся сами себе лучше. Значит, они в себе не уверены, значит, у них есть какие-то проблемы, неудовлетворенность, дефицит в чем-либо и так далее. Ну вот, от этого и исходите. Как только вы уберете личностное восприятие, то есть, как только вы поймете, что они говорят не с вами на самом деле, они говорят сами с собой, они через вас пытаются что-то реализовать, но у них это не получается, а вы для них всего лишь средство, вы перестанете воспринимать их серьезно. Скорее, вам станет их жалко. Если бы люди воспринимали вас как самосы, то если бы люди действительно хотели вас чему-то научить, и если бы они действительно беспокоились о том, что вот вы в жизни ничего не понимаете и надо вас как-то научить чему-то, то они бы скорее всего, вообще говоря, точно, они бы вели себе совсем по-другому, они не грабедиковали вас, они бы помогали вам обретать то, что вам, по их мнению, не хватает. Поскольку ничего этого нет, то я надеюсь, что вы понимаете как обстоят дела. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по-помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Кстати говоря, вам могло показаться, что я забрал только одно направление, но на самом деле, чтобы не было путаницы, чтобы не было неточностей, второе направление было вам дано, это направление, в котором вы как бы огончательно обособляетесь своих родных. Для этого вам нужно обязательно искать работу и не прислушиваться к своим опять скоростным, не обращать внимания на то, что они вам говорят, потому что они говорят, как мы уже с вами, я надеюсь, выяснили, чтобы на вашем фоне самим казаться лучше и не воспринимать их слова за чистую монету. в большей степени доверять, точнее, даже прислушиваться к тому, чего хотите вы, пробовать, пытаться добиваться, достигать, организовывать, тем самым верить в себя и понимать, что вы сами способны себя обеспечить. Как в принципе и звучит в вашем предпоследнем абзаце. то есть второе направление это направление по обособлению. И в зависимости от того, какое для вас ближе, в том вы будете двигаться. На самом деле это два пути для вас и больше на самом деле вариантов не существует. На этом еще раз все. Всего доброго.